Где берутся силы? В источнике всех сил способность совершать преданное служение Богу не является кармическим следствием. По карме кто-то, знаете, такой сильный и здоровый, умный, невозможно, или богатый, красивый и так далее. Все это кармические последствия, которые наделяют наше тело, нашу психику определенными качествами. Они могут быть задействованы в служении Господу. А у кого меньше этих качеств? Каковы его шансы? На самом деле, ничуть не меньше, потому что шансы эти не связаны с нашей кармой. По карме мы получаем красоту, богатство, силу, славу и так далее. Но мы не получаем по карме преданное служение, ибо преданное служение не сходит, не сходит, оно даровано, оно даровано слышно. И так же, как оно даровано в самом начале нашего духовного пути, так же оно даруется и в процессе, в самом процессе продвижения по этому пути. Где взять силу? Где взять вдохновение? Где взять решимость? Там же откуда, в том же месте, откуда приходят бахти, откуда приходит этот импульс. А импульс приходит от Бога. Поэтому, друзья мои, давайте просить. Нам надо просить об этом. Если мы чувствуем, что нам не хватает решимости, качеств каких-то, как вы говорите, просто сил, просто просим просить об этом. Это называется пребность. Слуга будет просить. Ложное эго. Что такое ложное эго? Ахангарви мудхатма, картахамки маняты, конечно, говорит, введённое в заблуждение ложным эго. Человек думает, что он совершает действие. Так это же и в духовной практике то же самое. Мы можем глупо думать, что это мы совершаем духовную практику. И внешне действительно так кажется. Вот я беру чёткий, моя рука берёт чёткий, мой язык начинает произносить Махамандру. Мы сбиты с толком. Мы думаем, это мы творим эту джапу. Нет, святое имя не сходит. И Кришна говорит, описывая материальную деятельность. Он говорит, это гуны действуют. Ты думаешь, что это ты действуешь. Ахангарви, ложное эго так действует. Оно побуждает думать, что ты делаешь. А в духовной практике то же самое. Мы можем думать, я занимаюсь духовной практикой, я служу Богу. В самом деле, мы просто получаем дотуб к этому. Побуждение в духовной практике исходит свыше. Этим побуждением является духовная энергия. Это не по карме. Мишаначи Краварти описывает это Мадхоликадам. Он описывает происхождение Бахти, откуда возникает предное служение. И делает вывод, что это не кармическое последствие. Не так, что вы хорошо себя вели в прошлой жизни, и вот вам за это предное служение Кришне. Бахти, говорит, он происходит от Бахти. Это означает, что Бахти независима. И это проявление в воле Бога. Он хочет, чтобы мы служили Ему. И тогда в нашу жизнь приходят вольфналы и побуждают нас к этому. Называется беспричинная милость. Беспричинная. Никакие ни грехи, ни благочестивые действия не привели к тому, что вы начали заниматься предным служением. На то была воля Бога. И вы восприняли ее. Так давайте продолжим этот процесс. Призывание. Призывание воли Бога. Помоги мне, у меня нет сил. Я привлекся, да, мне все понравилось. Но меня стягивает обратно. Материальный мир влечет к себе. Помоги мне. Защити меня. Надели меня силой. Надели меня вдохновением. Не зайди в мою жизнь. Святое имя, я не могу повторять тебя. Не зайди на мой язык. Танцуй на моем языке. Я не могу. Надо просить. Я не могу читать шастры. Открываю книгу, засыпаю. Недавно читал один такой источник, древний достаточно. Оказывается, есть разряд таких бесов. Индивительно. Такое описание различных бесов, влияющих на наше сознание. Одна из категорий, они противостоят изучению писаний. Мы во власти их находимся. Наше подсознание таким образом оброчено. Масса препятствий. Вот это карма. Вот с чем мы родились. И поэтому надо просить. Считается, что проявлением высшей гордыни, послушайте, очень интересно, есть уровни гордыни. Считается, что высшим проявлением гордыни является представление о том, что я сам могу достичь Бога. Это предельная гордыня. И эта гордыня охватывает практикующих, не каких-то там демонов страшных с их гордыней. Эта гордыня, этот тип гордыни охватывает святых, которые начинают думать, что они могут достичь Бога. Это высшее проявление гордыни и наиболее трудно и истребимое. И это та ловушка, в которую мы можем попасть. Последняя ловушка моя. Поэтому просим. В ум настроении просителя послушания. Послушание, мы говорили о важности послушаем. послушание и то еще. Нестижание. Бедность на самом деле. Бедность, внутренняя бедность. У меня ничего нет. У меня ничего нет. Кришна, дай. У меня ничего нет. Как ему на чаре молиться. Он, почитайте молитву ему на чаре. Он говорит, у меня нет ни знатного происхождения, у меня нет ни образования, у меня нет ни подходящих качеств, у меня нет ни предности. И поэтому я просто предаюсь прямо в этом состоянии, предаюсь тебе. Ничего нет. и на что надеяться оставиться? Остается надеяться только на милость, чтобы все-таки Господь примет. И вот это предание, а не так, что у меня есть кое-что, у меня есть арсенал средств, я им воспользуюсь и достигну успеха в духовной жизни. Это полностью ошибочное представление. Поэтому если вы чувствуете, что вам трудно в духовной практике, давайте, пришло время молиться. Наконец-то пришло время молиться. Пришло осознание необходимости этого просить. Предное служение было даровано в самом начале. И прочие дары в этой практике также будут дарованы. Если мы просим. Это и есть духовный труд. Смысл молитвы в чём? У нас встреча вообще молитвой посвящена. Молитва — это что? Молитва — это просьба. Молитва начинается с прославления. Есть три этапа прославления. Затем признание своих грехов или своего какого-то, своей проблем. Скажем так, постановка проблемы. И третье — это просьба. Просьба о дарах. Вот. Так надо молиться. Своими словами. Простыми. Немногословно. Прославление. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...